Семен стоял на пороге своего дома в полном недоумении. Его меньше всего сейчас заботило то, что он слышал сладострастные звуки, доносившиеся из его спальни. Жена явно была не одна, и упирающиеся в потолок ветвистые рога его волновали меньше всего. Он сейчас думал только о Тере. Где она сейчас? Что с ней? Жива ли? У Семена в голове все как-то странно зашумело и поплыло. Он вошел в спальню и молча встал в дверях. Вот значит как. Это была единственная членораздельная фраза Семена. Мужика он выкинул из квартиры так, что тот кубарем скатился с лестницы, прямо в чем был. Свернуть жене шею очень хотелось, но почему-то стало казаться, что она вся состоит из мерзкой липкой грязи. Семен побрезговал. Зато все ее шматье с удовольствием вышвырнула с квартиры вместе с огромными чемоданами, с которыми она обожала ездить на море. Пошла вон. Увижу, пожалеешь. На развод подам сам. Только это он и сумел выговорить на прощание. Пил он неделю, а потом понял, что сойдет с ума, потому что постоянно мерещилась Тера. Сейчас он думал только об одном. А может, может она жива, но убежала с трассы. Может все-таки жива. Только эта мысль и заставила его выйти из запоя. Он завел машину и колесил в том районе дороги, где избавился от Теры. Опрашивал людей в районах, ближайших к тому участку трассы, местных собачников. Никто не видел подобную породу собак. Как я мог? Как? Почему я не выкинул эту гадину из своей жизни, как только она открыла рот о том, что от Теры надо избавиться. Никогда не заставит любящий человек от кого-то избавляться. Как мне в голову пришло еще и хотеть от нее детей. Я из-за нее стал предателем. Он долго обдумывал эту мысль, а потом понял, что нет, не из-за нее. Всю жизнь, сколько он себя помнил, у него было две мечты. Он хотел крепкую дружную семью с кучей ребятишек и собаку. Собаки всегда были в жизни Семена, а вот с крепкой дружной семьей никак не получалось. Вот и сейчас его третий брак рассыпался в прах, а в итоге у него теперь не было ни собаки, ни детей. Свою последнюю собаку, белую алабайху Теру, он взял щенком еще до того, как встретил Клару. Он сразу видел, что женщина не любит Теру, а только терпит ее присутствие. Надо было еще тогда все оценить и понять, с кем он решил связать свою жизнь. Но он был как в тумане, как будто его околдовали. Клара стала его шантажировать тем, что если в доме будет собака, то у них не будет никаких детей. Сейчас он понял, что она и не собиралась рожать ему детей. Это я сам сделал, сам позволил себе поверить в то, что это можно сделать. Это я сам променял любимую собаку на эту гадину. Он тупо смотрел в темноту, понимая, что теперь рядом нет его друга, и он сам его сгубил. Конечно, она погибла, я ее убил, и как теперь с этим жить? Семен понимал, что это с ним уже навсегда. Как мне жить? На машину он даже смотреть не мог, постоянно вспоминая, как именно в ней увез Теру на смерть. Так что продал он тачку за бесценок, лишь бы только больше ее не видеть. Любые дороги теперь казались вечным и безнадежным воспоминанием о бегущей за ним Тере. Он постоянно всматривался в зеркало заднего вида, словно надеясь на то, что случится чудо, и он увидит ее, свою собаку. Но чуда не было и не могло быть. Новая машина, взятая в кредит, не радовала. На рыбалку не хотелось, не хотелось ничего, и особенно жить. Оказывается, жить, зная, что виноват, да еще и виноват безвозвратно, это почти невыносимо. Если бы он только мог найти Теру, если бы она оказалась жива, он бы на коленях стоял перед своей собакой и вымаливал прощение. Но, видимо, уже поздно. Месяц назад Татьяна возвращалась после трудового дня из города в свою родную деревню. Лил проливной дождь. На выезде образовалась огромная пробка. В апреле дожди обычно радуют, а тут зарядила что-то напополам со снегом. Мутная мерзкая. Машины ползли медленно. Татьяна хмурой привычно уставила с зеркала и вдруг заметила какое-то странное движение между машин. Красивая белая собака металась, совершенно растерявшись, потеряв ориентацию. «Бедная собака», подумала девушка, «она точно попадет под машину» или простудится окончательно под этим бесконечным дождем. В какой-то момент пробка встала, собака поравнялась с ее Тойотой, и Татьяна внезапно для самой себя открыла пассажирскую дверь. Она тихонько позвала собаку. Через час Татьяна уже подъезжала к своему дому на окраине села со своим новым попутчиком. «Откуда же ты взялась на трассе такая красавица?» – причитала девушка, наливая собаке тарелку наваристого куриного супа. Больше у нее в холодильнике ничего подходящего для собаки не было. «Как же тебя зовут? И где твой хозяин? Ты потерялась? Или тебя предали?» У нее было столько вопросов и ни одного ответа. Собака, доев суп, посмотрела на девушку своими удивительно грустными глазами. «Ладно, начнем жизнь с чистого листа», – предложила Тане собаке, и та доверчиво лизнула девушку в нос. «Для начала надо придумать тебе имя. Мне, например, очень нравится, Снежанна, потому что ты белая, как снег зимой. Будешь, Снежка. Нравится». И собака еще раз лизнула свою новую подругу в нос. «Значит, нравится», – заключила Таня. «Дальше работаю я в городе. Рано утром уезжаю, поздно вечером возвращаюсь. Так что придется тебе ждать меня каждый день с работы. Но я обещаю тебе привозить за это что-нибудь вкусненькое. Ну а выходные мы обязательно будем проводить вместе. Вон рядом лес, такая чудная природа. Будешь бегать вдоволь и наслаждаться жизнью. Согласна?» И в знак согласия Снежка еще раз лизнула хозяйку в нос. Уже прошло три месяца с того момента, как Семен высадил Теру на трассе. На работе начальник осмотрел совершенно серого, измученного Семена. А выяснив, что тот застал жену с чужим мужиком, велел оформить своему лучшему автослесарю месячный отпуск. Еще месяц за свой счет. Поезжай куда-нибудь за город, побудь на свежем воздухе, вдохни чистоту и красоту природы. Сходи на рыбалку за грибами, авось полегчает. «Вот тебе ключи от моей дачи. Супруга у меня женщина мудрая. Она совершенно не против, чтобы ты там пожил недолго». «Ты только того, не вздумай глупости делать», – предупредил он. Начальник намекал на запой и суицид. «Да, мне уж дальше глупить некуда. Все, что мог, уже сделал», – безразлично кивнул Семен, беря ключи. Таня проснулась рано утром. За окном начинался чудесный солнечный день. Такие дни в начале осени бывают часто. Небольшой туман еще покрывал поля. В ее планах было взять снежку и отправиться в ближайший лес за грибами. Побродить неспеша, наслаждаясь всем лесом, запахами, звуками, общением с собакой. Ну а если повезет, то и набрать грибов. Они вышли за калитку и по пустынной дороге, идущей через весь поселок, направились в сторону леса. Вся деревня еще спала, только где-то вдали кукарекал одинокий петух. Вдруг снежка остановилась, напряглась и стала вдыхать носом воздух. Таня натянула поводок, но собака смотрела внимательно вдаль, где из тумана показалась фигура человека, медленно идущего навстречу. Собака, что из силы, дернулась вперед. Таня от неожиданности выпустила из рук поводок, и снежка понеслась навстречу незнакомцу. Таня только видела, как человек опустился на колени перед собакой и обнял ее за шею. Вы что творите? Только и смогла сказать девушка, приблизившись к этому странному мужчине. Что творю? Семен покрепче прижал к себе свою любимую Терру. Грехи замаливаю. Может, так и выживу. По его лицу текли слезы. Нет, никуда та вина не делась. Она с ним будет до конца его жизни. Но вот эта любимая морда с горячим от волнения носом только что вернула его из грязно-серого небытия. Ну вот теперь можно жить. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!